всем привет на канале новый влог и федор сергеевич тут развел родителей на игру так надо чтоб папа помог вот видишь управляем видишь как она как сильно в углу лежит не доходит уже до туда все и туда до упора ну значит смотри что лучше лежит может вывод красненькая получится игрушка не перчик перчик такой как у соня его сложно наверное будет ну тут одна попытка знаешь все одна попытка про видос ну смотри не так лежат что очень неудобно перчик стоит дешевле потом в магазине все пошли катянушки нам надо сняться федор сергеевич папой с братьями и сестрой поехали бабушку поздравить с днем рождения кого там встретили федор полину встретили забрали я к нам привет все теперь федор смотрите хоба сразу достал все игры хорошо что хоть покормил полину прежде чем все игры достать полина теперь у нас будет неделю я река ты где так федор что ты сделал рассказывать мальчиков закрыл вот ключи вот там мальчики кстати смотрите какая серьезная раздевалка у мальчиков мужская вот так вот все все по-серьезному динамо брест футбол клуб будем их открывать не давай может попробуем откроем и посмотрим что они скажут сейчас сейчас кто будет открывать выпадет опа опа что не пойдете играть не закрывать снова вот он на месте так ну что ребят у нас сегодня три игры это как там берестейский турнир брестская даже не область на брестский район что-то такое а хотя нет брестская область вру ребят брестская область мальчишки разминаются готовятся скоро будут играть вот там мы разминали вратаря он влада рыжего вон подошли пацаны и уже без нас его разминают так что будет готов будет готов все будет ок о хорош потащил и вон федор с дядей игорем футбол играет сегодня в манеже тепло вчера хорошенько протопили так что даже федя куртку снял я кстати тоже без куртки так что норм но готовимся готовимся так ну что отыграли три игры ничья победа а вот это вот называется приз за проигрыш 10 кружочков вокруг поля на армуль побегают пообщаются так вы бы это вы бы скучковались бы по отдельности бы не бегали бы что они там отстают и вместе потихонечку бы кто-то анекдот рассказал бы не было веселее не ну что ничья победа и проигрыш вот разбор ошибок как говорится расслабились на последней игре 2-0 пропустили 2 давили пытались но забить так и не смогли поэтому вот федор с нами подождите его а у федьки чупа-чупс ему повезло тренер презентовал ему конфетку да а еще еще федор познакомился с мальчиком здесь сегодня да который конечно старше федора гораздо старше и его зовут как дима дима и он с федором играл футбол у меня еще от него есть орбизы да как они орбизы называются целый карман орбизов в водичку говорит положу их в водичку пусть они там набухают в водичке с нами барабан был последней игре не помог старались ничего опыт это опыт никуда не денешься всем привет у нас точно новый день не знаю мама во влоге напишет утро до мальчишки в школе с утра рано встают не успевает его там подписчица просила показать награды вот слева висят то ли гошин и то ли я река и справа второго кого-то вот эти вот немножко это которые вот повыше вот там чуть-чуть идут зацеплены вот к примеру вот так вот сделаем вот это медальки федора сергеевича которые ему за присутствие на соревнованиях выдавали как одному из самых маленьких заинтересованных но это вот одного из братьев второго из братьев есть конечно очень красивые экземпляры есть такие современные пластик есть обычные попроще смотря еще какие места есть там определенные другие места где-то что-то как-то вот так вот будет лучше видно ну и какие тут вот есть такая вот красота например есть вон резная у кого-то чуть больше у кого-то чуть меньше может быть потому что иногда ну не всегда вдвоем играет это кто-то мог болеть или еще что-то а где-то может кто-то уже и пару медалек не повесил сюда вот это вот еще интересно выглядит на смотрите это кстати ковель ездили было время один из самых первых можно сказать выездов мальчишек был ну вот так просили показываю кроме этих наград кстати мы показывали надо смотреть влоги наши полностью бывает вот такие индивидуальные награды лучший игрок команды например вот такое с разных соревнований лучше защитник бывает лучше турнира это уже за третье место был такой вот кубок а почему у нас дома потому что на тех соревнованиях вот по моему гоша получил был лучшего игрока или лучшего нет ну короче за то что лучшего получил кубок отдали хранить ему домой это вот тоже кстати такой современный в гродно в пышках когда собираемся ну и есть пару это наших местных вымпелочков так что вот так так я быстро покажу короче короче в ютубе есть все да федор иди сюда расскажи чем ты сейчас занимаешься по телевизору смотришь что занятия с логопедом да и и делает упражнения которые там тетя логопед говорит и отвечает на вопросы все нормально и с лексическим запасом все нормально и соображал кай то чего он не знает чему его например не учили конкретно ну он не знает как на это отвечать и он не не стесняется про это говорит а то что он знает вообще без проблем но видите ребенок в пять лет знает отличие между верблюдами и крокодилом с аллигаторами так что все нормально а еще у нас не очень приятная новость что вчера произошло федька отправили гошу с яриком чистить клетку и увидели нашли что тучка умерла тучка умерла это второй хомяк который покупали гоше с ярика мальчишкам снежок раньше на полгодика тучка его чуть пережила но она так уже скажем доживала немножко мучилась у нее были лапки парализованы что такое с ней случилось непонятное заболела тогда она заболела у нее там какие-то последние роды получились тяжелые после этого она получила травмы ну после чего осталась калекой бывает такое ну зато она с нами переехала кстати сюда она еще и со снежком переезжала да снежок еще тут пожил тучка дольше но вчера тучки не стало грустненько мальчишки сходили похоронили ее где-то там же где снежка хоронили рядом снежком да рядом со снежком я не знаю где они подкажут потом потому что уже так темновато было когда находил будет светло сходишь ну не знаю вот я спросил так у них говорю может еще слова хомяков ну как-то они понимают что жизнь хомяка коротка и заканчивается все всегда вот так вот одинаково грустно поэтому крокодила или аллигатора чего давай бегемота заведем дома не носорога может двухгорбого верблюда 1 горбы плюется а знаешь кто еще плюется лама например может плеваться тоже мы подумаем над этим вопросом у нас все таки я думаю решающую роли здесь решает мама поэтому хотя клетка есть да да что там клетка есть клетку не надо покупать этих одного или двух одинаковых чтобы тысячи хомячков не было потом не мучиться не раздавать никуда 20000 2 ладно подумаем да подумаем на семейном совете обсудим решим и расскажем девочка рожает хомяк ну да мальчик не до мальчик папа да папа не лазает вот так